Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему, Господу, хвала! И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, друзья, товарищи! Нет другого имени под небом, данного нам, людям, всему человечеству, дарованного свыше от Бога, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены мы, которым спасаемся. Им мы спасены, им мы и спасаемся. Иисус Христос Иешуа, Ха-Мо-Ши-Ах, Иса-Аль-Масих, Джизус Крайст. Сегодня это имя, оно превыше всякого имени. Безусловно, самое популярное, никто из религиозников, политиков, никто-никто из деятелей культуры, никто из прошлого или настоящего, и все вместе взятые, даже близко, не могут сравниться с популярностью имени Иисуса Христа. Сегодня мы уже констатируем этот факт на земле живых. Слава Богу! И вечности еще впереди. Ох, братья и сестры, и пред именем Иисуса Христа всякое колено преклонится небесных, земных и преисподних. Да, потому что Бог дал имя, которому действительно, да, все мы преклоняемся и преклонимся. Безусловно. Да, блажены те, что сейчас, уже сейчас, живя на этой земле, по любви, по доброй воле, потому что доброхотно дающего, доброхотно отдающего свое сердце, доброхотно дающего эту любовь, Бог любит особенной любовью. И мы это испытываем, да, братья и сестры. Мы это переживаем, ощущаем, живем этим и побеждаем. Сия есть вера, победившая этот мир. Вера наша. Победа наша. Победа в имени Иисуса Господа. Моя победа. Победа в Боге. Победа в имени Иисуса Господа. И никогда мои враги не смогут одолеть меня. Моя победа. Победа в Боге. Победа в имени Иисуса Господа. Моя победа. Победа в Боге. Победа в имени Иисуса Господа. Братья и сестры. Великая победа. И именно для Церкви Христовой есть панацея, о которой я говорю постоянно. Есть исцеление от всех наших недугов. Есть исцеление от всех недугов церковных. И для каждого в отдельности верующего есть панацея такая. Лекарство от всех болезней. И есть для тела всего Христова. Для всей Церкви в Купе. И для всех отдельных конфессий и динаминаций. Всех ветвей. Многоветвистого древа Царства Божьего. Этим лекарством от всех болезней нашей является сам Иисус Христос. Ишуа Машиах. Христоцентричность и богоцентричность являются действительно исцелением для нас. Пусть Господь благословит всех нас, возлюбленные, взирать на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа. Потому что ни в ком он им нет спасения. Ни в его маме. При всем уважении к светлой памяти Марии, Матери нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Хотя миллионы людей, обманутые многовековой религиозной ложной пропагандой. Наивно полагают, будучи уверена в том, что она заступница усердной, ходатайца и прочее. На самом деле, ходатай один. Это ее сын. Это сын человеческий. И сын Божий. Это Иисус Христос, Господь и Спаситель. И не мама его, не апостола его. Хотя, да, при всем уважении к светлой памяти великих мужей Божьих, наших старших с вами братьев. Тех двенадцать, что были возле него. Тех семьдесят еще апостолов. И великое множество святых, преподобных, знаете ли, за два тысячелетия мы можем назвать тысячи и тысячи имен действительно достойных людей, апостолов, евангелистов, миссионеров, проповедников, пастыреев, учителей. Тех, кто действительно, да, нес Слово Божье. Тех, кто проповедовал Слово Господне. И взирая на кончину их жизни, мы их подражаем вере. Подражаем вере их, да, но не поклоняемся им, не молимся им. И не просим их заступничеств. Божию упаси. Потому что многобожие не для нас. У нас понимание библейское, евангельское должно быть в сознании. Независимо от нашей конфессии, динаминации, православные, мы католики, протестанты, неопротестанты. Короче, много разных ветвей. Много, сотни, сотни, тысячи даже разных ветвей на многоветвистом древе Царства Божьего. Но корень у нас один, Иисус Христос. И все это древо, это тело Иисуса Христа, братья и сестры, все это древо, храм Божий, святой и живых камней, созидаемый, слава Господу. И куполом этого храма, да, завершением является сам Иисус Христос и фундамент, сам Иисус Христос. И написано, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Это 1 Коринфянам, да, 3.11. А в 16 стихе дальше говорится, разве не знаете, что вы, говорит, храм Божий и Дух Божий живет в вас? Аллилуйя! Да, друзья, храм Божий обшит кожей, храм не из бревен, а храм из ребер. Живой человек, живые души, благоставляю вас всех возлюбленных, молюсь о церкви, как в том псалме поется, О церкви дорогой, собрание душ живых, взываю сердцем всей душой к Богу, всегда в мольбах моих. Взываю сердцем всей, всей душой, всегда в мольбах своих. О теле Христа молюсь и благоставляю вас всех возлюбленные, дети Божьи. Взирайте на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа. Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. Он, Он и только Он. Моя жизнь во Христе, жизнь Иисуса во мне. Вот это должно быть девизом каждого в отдельности и всех нас, христиан вместе взятых. Слава Господу! Уже не я живу, а живет Он, Христос, во мне, да. А что живу в этом теле, в этих одеждах кожаных, то живу лишь верой в Сына Божьего, Иисуса Христа. Это Его жизнь уже, все. Он, Он и только Он. Так что да, Христос наше все, Иисус наше все. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, любимые дети Божьи. Аминь. Мир всем вам и благодать да умножится.